Наша пресс-конференция сегодня. Сегодня мы в шестой раз открываем неделю северных стран. Эта пресс-конференция посвящена фестивалю, который начинается в следующую пятницу, практически 25 сентября. И я с радостью предоставляю слово генеральному консулу Дании, Норбьерну Линдмарку, в качестве координатора данного фестиваля в этом году. Здравствуйте, я сделаю это в английском. Добрый день, всем, добро пожаловать. Я буду говорить по-английски. Спасибо большое, что вас так много пришло сегодня на нашу общую пресс-конференцию. Нам очень приятно в Генеральном Королевском консульстве Дании в Санкт-Петербурге делать эту конференцию совместно с нашими северными коллегами и Датским институтом культуры, который является непосредственным нашим культурным соседом. Нам очень приятно вместе с Датским институтом культуры быть соорганизаторами недели северных стран в этом году, которые будут продолжаться до второго уикенда в октябре. Мы также рады, чтобы сидеть здесь с северными коллегами и представителями городской администрации. Нордик Корпорация всегда была очень близко к моему сердцу. Мой отец сведеский, с финской ансестрией, и моя жена родилась в Норвегии. Сотрудничество северных стран всегда было близко моему сердцу, потому что мой отец швед, практически финский швед, а моя жена родилась в Норвегии. И это означает, что во всей Скандинавии разбросаны наши друзья, родственники и добрые воспоминания. Я бы также хотел бы отметить, что сооружение между Нордиками и северной части России очень важной, благодаря географической близкости наших стран, нашей общей границей, как по морю, так и по суше, а также нашей общей истории. У нас огромный потенциал, и мне кажется, что мы можем научиться очень многому друг от друга и друг о друге. Я думаю, что все из вас уже на этот момент увидели вот наш замечательный лого, логотип, здание городской ратуши Копенгагена, которое мы выбрали в этом году логотипом Недель Северных Стран. Ратуши Копенгагена является значительным местом, и также местом, куда сходятся все дороги. От моих коллег, сидящих здесь за столом, вы услышите более подробно о программе каждой из стран в течение недели северных стран, но мне хотелось бы подчеркнуть и рассказать немного подробнее об одном событии. С 7 до 9 октября в рамках инновационного форума будет проходить проект «Зеленый Север». Нам будет очень приятно представить вам «Зеленый Север» инновативные решения, изобретенные в северных странах в течение этого двухдневного семинара проходящего и небольшой выставки. Каждый из участников нашей панели здесь за столом будет рад представить свою программу, мы будем также рады ответить на ваши вопросы, но я прошу вас пометить для себя и быть внимательными. Мы очень просим вас, чтобы вопросы, которые вы будете задавать, касались только проведения недели северных стран и их программы. Так что другие вопросы, касающиеся ВИЗ и других процедурных вопросов, мы можем ответить на другие вопросы. Мы можем ответить на эти вопросы в индивидуальном порядке уже после нашей пресс-конференции. Спасибо большое вам за внимание. И теперь я хотела бы передать слово Сергею Сергеевичу Николаеву, председателю управления по международному сотрудничеству, комитету по внешним связям, администрации Санкт-Петербурга. Большое спасибо, Торнбюр. Мне очень приятно в очередной раз присутствовать на пресс-конференции, посвященной открытию недель северных стран в Санкт-Петербурге. И в первую очередь я хотел бы поблагодарить и наших неизменных коллег, представителей и генеральных консулов, консуль северных стран, аккредитованных в нашем городе, а также поблагодарить господина Андерсона за любезное предоставление помещений Датского института культуры для проведения этой пресс-конференции. На самом деле это стало уже доброй традицией, проведение недель северных стран. Мы со своей стороны, естественно, это мероприятие поддерживаем, поскольку, как правильно сказал Торнбюр, оно позволяет нам лучше узнать друг друга и, несмотря ни на что, оставаться такими же добрыми, близкими соседями, какими мы являемся и в силу географии, и в силу менталитета. Эти недели северных стран станут шестыми по счету. То есть у нас уже в прошлом году мы прошли такой маленький юбилей. И надеюсь, что эта традиция, заложенная, кстати говоря, здесь присутствующими еще, будет продолжаться и в дальнейшем. Я не буду долго перечислять те мероприятия, не буду отбирать хлеб у коллег, которые пройдут в рамках этих недель. Единственное, хотел бы, так же, как и господин Линдмарк, обратить внимание на те мероприятия, которые пройдут в рамках Петербургского международного инновационного форума, потому что это, скажем так, та деловая часть, которая уже добавилась к изначально культурным мероприятиям. Мы, Комитет по внешним связям, правительство города, мы организуем в рамках инновационного форума целый комплекс мероприятий, в том числе с участием наших коллег из северных стран. Был упомянут стенд, хочу обратить ваше внимание, стенд называется «Глобальные партнеры Санкт-Петербурга». Мы привлекаем туда наших партнеров со всего мира практически, с тем, чтобы представить те программы, проекты, которые совместно реализуются в сфере инноваций, ну, на самом деле, в различных сферах. И потом еще хотел обратить внимание, что в этом году, это, пожалуй, первый наш такой опыт, мы организуем не просто стенд, мы организуем и площадку обмена опытом, мнениями, площадку некой биржи контактов, и также конгрессная программа будет представлена в рамках этого большого слогана «Глобальные партнеры Петербурга». И с коллегами из северных стран мы организуем совместный семинар, как раз вот направленный на обмен опытом в сфере зеленых решений, которые применяются в городах. Что касается традиционной программы «Недель северных стран», то, естественно, здесь будет возможность, и это видно из тех программок, которые вы все получили, для всех почитателей культуры и искусства, любителей изобразительного искусства, музыки, литературы, получить какие-то новые знания, развить существующие о том, что существует в современном искусстве северных стран. Ну и на самом деле не только в современном, но и в истории. Потому что, в частности, у нас в этом году празднуется 150-летие со дня рождения Сибелиуса. То есть, есть еще другие юбилейные даты. Но это, наверное, то, что я хотел сказать в качестве такого краткого вступительного слова. Буду готов ответить на вопросы. Спасибо большое. Большое спасибо, Сергей Сергеевич. А сейчас мы узнаем о национальных программах. Его программа «Финляндия» расскажет госпожа Пире Турко с генеральным консультом «Финляндии в Санкт-Петербурге». Спасибо. Уважаемые представители СМИ, коллеги, дамы и господа. Я тоже очень рада видеть, что вас так много. Мне кажется, что нас всех радует то, что жители Санкт-Петербурга принимают в стране северную Европу близко к сердцу. Об этом свидетельствует и то, что жители города уже в шестой год участвуют в событиях в неделе Северных Рад. И, наверное, мы преувеличиваем, когда говорим, что это наш общий праздник. Недели изобилируют финскими событиями, из которых мне хотелось бы выделить три. Начинаем с события, ради которого Генерального консульства 26 сентября откроет свой дверь для всех молодых людей. В субботу в очередной раз в Генеральном консульстве состоится традиционное событие Стали и Финляндии, на котором мы будем ради приветствовать всех молодых людей, соинтересованных учебой в Финляндии. На месте будут представители от примерно 20 разных университетов и профессиональных вузов и, кроме того, молодые люди из России, которые имеют опыт в учебе в Финляндии и которые хотят поделиться своим опытом. Второе событие относится к литературе. В этом году в России отмечается год литературы, а в Финляндии год книги. Особым литературным жанром являются комиксы, которые развлекают не только детей, но и взрослых. Этой осенью в Санкт-Петербурге состоится 9-й международный фестиваль рисовательных историй «Мумфест». И в числе гостей фестиваля будут два финских автора комиксов – Катни Тугианя и Мактихаджи. Только что вышли их книги в русском переводе, и петербургские любители жанра будут иметь возможность оснакомиться с людьми. То, что физские комиксы выходят в русском переводе – это уже самопосибый большой повод радоваться. Но и особенно прекрасно то, что художники сами приезжают на презентацию своих книг. В культурном пространстве Тайга в тот же вечер откроется общая выставка Тугианя и Мактихаджи. И все любители классической музыки в Санкт-Петербурге знают, как он уже отметил. Третью тему в этом году отмечается 150-летие со дня рождения знаменитого фестиваля композитора Диана Сибелиуса. Сибелиус дважды побывал в Санкт-Петербурге, но между композитором и городом существует и другой звезд. Эта история начинается с того момента, в середине 19 века, когда дядя Сибелиуса купил в Санкт-Петербурге скрипку, которую он, Боже, подарил младшему брату, Перу. Дядя Пер в свою очередь подарил скрипку своему племяннику Яну Сибелиусу, который в то время учился игре на скрипке. И сегодня на этой скрипке играет младшему Сибелиуса, госпожа Сабуялосова. И в пятницу 9 апреля, в честь юбилейного года в Сибелиусе, в концертном зале Мариинского театра, театра играет симфонический оркестр города Турку под руководством самолитого дирижера Лейфа Северстана. И тоже, господин, они уже что-то сказали о форуме. Мы тоже участвуем в форуме и семинаре по теме чистые технологии, сильные решения, устойчивое развитие городской среды. И участвует представителем Финляндии, ее зовут Эвелина Луфи, она является менеджером проекта «Видет Финлянд». И, как сказали, в северной стране будут также разделять общий стенд в ходу форума, и мы будем там представить одну из наиболее известных физических инноваций. Это комплект для будущих мам. Финский материнский комплект – это, на мой взгляд, прекрасный пример инновации, которая востребована в любое время. Идея материнского набора появилась еще в 42-е годы 20-го века. Набор развивался со временем, и будущие мамы до сих пор получают свой набор. Его популярность не уменьшается, и заинтересовались даже с оружием. Недавно Финляндии подарили такие наборы королевскими сериалами в Великобритании и Швеции. И, в заключении, мне тоже хотелось бы поблагодарить всех партнеров по сотрудничеству и особенно Данью, который в этом году выполняет функции председателя Совета, министра северной страны. Председательство перейдет к Финляндии, и я уверена в том, что и в следующем году в городе Петербурге состоится множество замечательных событий, организуемых северными странами. И надеюсь, что предстоящие недели дают, как возможно, большему числу жителей города возможность познакомиться с новыми ветром культуры северных стран. Спасибо за внимание. Далее мы узнаем о норвежской программе от генерального консула Норвегии, госпожа Хидио. Спасибо. Уважаемые представители СМИ, я тоже очень рада сегодня представить вместе с моими коллегами нашу программу недели средних стран в Компетербурге. В этом году основная тема норвежских мероприятий – это север. Сотрудничество на северной Европе, доступность уникальных красот севера для туристов, северный менталитет и взаимопонимание, и общие задачи. А в этом наши мероприятия. Уже с 5 сентября в коллеге дизайна Гульхау работает небольшая, но очень интересная, очень красивая выставка о национальных туристических дорогах Норвегии. Эти дороги одновременно удивительное сочетание прекрасной природы и устро-современной архитектуры. И в рамках выставки пройдет ряд параллельных мероприятий. С 19 сентября легендарный норвежский полярный Бергеюстан поделится своими впечатлениями о путешествиях в полярных широтах. 24 сентября известный норвежский бренд одежды для активных людей Бергенс проведет модный показ. И 28 сентября лекция о своем участии в проекте национальных туристических дорог прочтет архитектор Мортен Глёвсет. У нас еще будет кинофестиваль из столицы Норвежского заполярного города Трумса, который представит фильм-концерт в кинотеатре Родина. И будет еще 4 норвежских современных художников, которые покажут свое искусство в галерее Люда. На Пушкинской 10 пройдет концерт экспериментальной музыки. И еще приедет норвежская детская писательница Остер Юнсен и встретиться со своими юными читатами. Надеюсь, что мы встретимся на наших мероприятиях. Спасибо. Спасибо большое. Швеция также спланировала ряд мероприятий в рамках людей в северных странах. Об этом расскажет и о маршерахте генеральникам, что Швеция в северных странах. Спасибо. Дорогие друзья, я очень рад приветствовать вас тоже под именем генерального проконсульства Швеции в Санкт-Петербурге. Мы придаем большое значение регионалам сотрудничества северных стран и развитию наших добросовестных связок с Санкт-Петербург. Недели земных стран – это замечательная традиция, которую мы активно поддерживаем на протяжении новых мероприятий. Позвольте мне коротко представить вам шведскую часть программы. Мы подготовили несколько увлекательных событий на все вкусы и от всех возрастов. Программа гала-концерта «Музыка северных стран» 25 сентября в дворце Белосенский-Берсовский в исполнении в оркестрах классика впервые в Санкт-Петербурге просвучит кубритюра «Эксельсир» шведского композитора Вильгельма Стенхамара, который подерживал дружеские отношения с Сибирисом и Снилсом. В субботу 26 сентября мы будем рады видеть вас в нашем шведском угольке в конференции пространства и консульства на углу Малой конюжной улицы и шведского переулка. В 12 часов начнется День открытых елей. Вас ждет открытый урок презентации шведского языка, а также лекция о высшем образовании в Швеции глазами русского студента. В 14 часов в шведском угольке состоится показ документального фильма «Торшение к Берману», посвященного легенде шведского кинематографа. 26 сентября мы также приглашаем маленьких фетербурцев и их родителей отметить с нами 70-летний юбилей Пеппи Длинный Чулок всеми любимых арсенажа института Астралиния. В рамках Дня европейских языков в аренитаже здания главного штаба мы представим интерактивный стенд и программу публикаторных мастер-классов с 12 до 5 часов. День рождения Пеппи проводится совместно с лабораторией интеллектуальных игр МОСТ. Подробную информацию обо всех этих событиях вы найдете на сайте недели северных стран и нашей группы ВКонтакте Генеральный консульт 2.6. В завершении позволит мне поблагодарить всех наших партнеров, коллег из Генеральных консульств и Институтов культуры северных стран, а также Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга за успешную совместную работу на программу недели северных стран. Благодарю вас за внимание. Спасибо большое. Институт Финляндии также является партнером недель северных стран. И заместитель директора Института Финляндии Елена Перуга расскажет потом о том, что запланировано институтом в городе перевести. Добрый день. Также очень рады присутствовать и быть участником такого замечательного проекта. Пирио Тулакас уже в основном сказала о финских событиях в рамках недели северных стран. Я лишь дополню еще несколькими мероприятиями. 26 октября мы также в Институте Финляндии на Большую Конюшину 8 проводим День открытых дверей. Это такой традиционный праздник, встреча с первокурсниками или со студентами, которые изучают финские языки в вузах Санкт-Петербурга. Но они являются такой основной аудиторией этого события. Но мы также будем рады видеть самую широкую аудиторию. Будет представлена деятельность института, будет проведен такой небольшой интерактивный урок финского языка, будет веселое общение. Добро пожаловать. Будем очень рады видеть всех. Также, конечно же, мне хочется еще раз акцентировать внимание на 150-летие Яна Сибелиуса. Его юбилей мы начали отмечать уже с начала этого года и прошло уже много и концертов, и лекций. И также еще до начала недели Северных стран, но все-таки я проанонсирую, 22 числа в Институте Финляндии состоится очередная лекция, посвященная жизни и творчеству Яна Сибелиуса, проведет ее Харри Весман, такой известный современный композитор. И я думаю, что тоже будет очень многим интересно посетить и узнать какие-то новые факты о жизни такого замечательного композитора. И музыка Яна Сибелиуса прозвучит 25 числа на Гала-концерте, открывающем неделю Северных стран. И вот, как сказала Перью, 9 октября на концерте в концертном зале Мариинского театра и дирижировать будет Лиев Сегерстан, который очень популярен и известен жителям Санкт-Петербурга. Я думаю, что тоже концерт будет очень уникальным, и зрители получат большое удовольствие. Также прекрасным и для нас таким счастливым совпадением это участие Национального театра Финляндии со спектаклем «На дне» в театральном фестивале «Александринский». 15 лет Национальный театр не был в Санкт-Петербурге с гастролями. И мы очень рады, что наконец-то они приезжают сюда и привозят и показывают свой спектакль. Спектакль, правда, пройдет не на сцене Александринского театра, а на сцене театра комедии. Постановка молодого активного режиссера Яна Ирениканина, он перерабатывает классические произведения, очень их осовременивает, но постановки пользуются большим успехом. И эта постановка названа лучшей постановкой прошлого года в Финском театре. Поэтому очень рекомендую всем посетить этот спектакль. 7 и 8 октября сцена театра имени комедии. И также последний еще, наверное, сделаю акцент. Представлю Дмитрия Яковлева, руководителя и директора фестиваля «Бумфест», благодаря которому и нашему многолепному сотрудничеству мы очень рады, что состоится цепо-выставка Кати Тукеанина и мать Каги Берта. Добрый день, я буквально несколько слов скажу. Мы в девятый год подряд в Петербурге проводим международный фестиваль нарисованных кустов и кинфест. И практически каждый год приезжают авторы, художники или специалисты из северных стран. И в этом году, как уже было сказано, к нам едут Катя Тукианина и мать Хаггельберг. И главным поводом их приезда, безусловно, является то, что у них обоих выходят их книги на русском языке. Соответственно, выставка пройдет в пространстве Тайга. Сейчас я вам скажу точный адрес. Дворцовая набережная, дом 20. И состоится она с 26 сентября по 11 октября. Надо сказать, что оба этих художника, они работают не только в области комикса, они работают в области иллюстрации, в области живописи, в области скульптуры. Но они достаточно разносторонние. Плюс надо также сказать, что все-таки их комиксы, они больше близки, зачастую, к литературе или к современному искусству, нежели к традиционному комиксу, который мы приняли, который обычно мы представляем. То есть это не какие-то супергерои, хотя, ну, отчасти они там есть, потому что книга Мати такая абсурдная, абсурдистская биография финского политика Киркенера, который долгое время был президентом Финляндии. Катя, ее книга, эта история о переживаниях, такая абсурдографическая история о переживаниях молодой девушки, которая ждет ребенка. Можно сказать, такой своеобразный рисунок, дневник будущей мамы. Так что я вас всех приглашаю на выставку, открытие выставки состоится 26 сентября в 20.00. Мы будем пообщаться с художниками, задать вопросы, подписать книги. И у каждого из вас есть такая брошюра. У нас достаточно большая программа и выставки, фестивали, они разбросаны по центру города. Можно прямо раскрывать карту и совершать прогулку по Санкт-Петербургу. И еще раз хочу поблагодарить консульство Финляндии за то, что они помогли нам организовать эту парнюю выставку. Я забыл поменять, что мать Хагельмер, такая творческая семья, они муж и жена, и каждый, собственно, работает в области графики. Кроме того, я хотел бы поблагодарить финский информационный центр по литературе Фили, который также поддержали наш проект. И, конечно же, комитет по культуре Санкт-Петербурга, который в протяжении 9 лет поддерживает наш фестиваль. Спасибо. Спасибо большое. Как мы видим, 26 сентября являются одними из самых насыщенных дни недель северных стран. Дни открытых дверей пройдут в Генеральном фонстве Финляндии, Генеральном фонстве Швеции, в Институте Финляндии. Дни открытых дверей также пройдут и здесь, в Датском институте культуры, и мы возвращаемся к питанию. Я рад предоставить слово Афину Андерсону, директору Датского института культуры Санкт-Петербурга. Доброе утро. Вы должны услышать один из северных языков, поэтому я буду говорить по-датски. Мне очень приятно видеть, что вас так много и что так велик интерес к культуре северных стран. Финляндский культуринститут делит также международные программы, которые участвуют в университетах, спорных курсов, музык, спорта. Датский институт культуры участвует, естественно, в неделе северных стран с обширной программой, которая представляет как музыку, так и преподавание языка и многое другое. Что касается культуры, то, наверное, датский сказочник Ханс-Кристиан Андерсон не только самый популярный писатель в России, но, наверное, во всем мире. И поэтому мы регулярно проводим различные мероприятия, связанные с Андерсоном, его творчеством или его личностью. Именно сейчас, именно в связи с нашей пресс-конференцией, вы видите на стенах множество детских рисунков. Их нам предоставила Гатчинская библиотека. Это детские рисунки победителей на конкурсе Ханс-Кристиан Андерсон. Это была конкуренция, но я не уверен, кто выбрал конкуренцию. Я считаю, что это новый стандарт. И мы инвестируем все библиотеки в том, что это официальное обновление, в том, что это сенсативное септемное. Трудно, конечно, сказать, какой рисунок лучший, потому что мы считаем, что на самом деле они выполнены на очень высоком художественном уровне. И мы пригласили всех, кто внес свой вклад в эту выставку на официальное открытие 26 сентября. Веланды-удстеллинг, который находится в Вест-Локале, и это фото-удстеллинг, который обладает циклы в Копендарне. Другая выставка, которую вы сможете увидеть в соседнем помещении, и, может быть, уже видели, она открывается тоже сегодня, и посвящена она велосипедному движению и велосипедам вообще в Копендарне. Я считаю, что Копендарне конкурировали с Амстадаром и Венда-Уропейской циклами. Я вважно, что это тысячеллик с циклами и циклистами в Копендарне. Вам, наверное, известно, что Копенгаген и Амстердам конкурируют между собой за звание наиболее велосипедного города Европы, но, по крайней мере, в Копенгагене ежедневно проезжает через город около 10 тысяч велосипедистов. Мы очень надеемся, что эта выставка и факты о велосипедном движении в Дании смогут стимулировать интерес к велосипедному движению здесь, в Санкт-Петербурге. Русский художник Марина Стекольникова, она работает в Русском музее, но, к сожалению, сегодня ее с нами нет. В Копендарне, в Копендарне, Ну и многие из моих коллег уже упомянули тот самый концерт, где представлены четыре композитора северных стран. 25 сентября состоится этот концерт во дворце с очень сложным названием Белосельских-Белозерских. Ну и, как вы знаете, в этом году совпало два 150-летних юбилея, об одном из них уже говорили наши финские коллеги, это Ян Сибелиус. Но датский композитор Карл Нильсен, который не очень известен в России, он в этом году тоже празднует свойство 50-летних юбилей. Он посетил очень много европейских стран, Тюкция, Франкрия, Италия, Грекция и так далее, но он не знал, что он приехал в Санкт-Петербург. Это был огромный файн в Сибелиусе, потому что это был один из самых интересных. Он путешествовал очень много по миру, посетил невероятное количество стран, но, к сожалению, не доехал до Санкт-Петербурга. И поэтому, может быть, он не так известен, как Сибелиус, который в Петербурге был, и нам рассказали замечательную историю о скрипке Сибелиуса. И 25 числа вы сможете услышать, если придете на концерт, одну из его наиболее известных и замечательных симфоний, третья симфония, Экспансива. Это Санкт-Петербург Статсимфоли Оркестер Классика, который пройдет к этому. И выступать с музыкой семи композиторов будет Российский Санкт-Петербургский симфонический оркестр Классика. И я хочу обратить ваше внимание, что в ближайший концертный сезон Оркестер Классика выступит со всеми 26 симфониями Карла Нильсена. Об этом финс не договорится. И в 26 числа, так же как и мои другие скандинавские коллеги, мы проводим тоже Дом Открытых Верей. И у тех, кто придет на этот день открытых дверей, у них будет возможность поучаствовать в молниеносном курсе датского языка, который займет всего 10 минут. Имейте в виду, что это очень простой язык. И там будет произведение о женской культуре, фильме, музыка. И в октябре, в Библиотеке Маяковского, на выставке все флаги в гости к нам, мы тоже будем участвовать. И еще хочу одно замечательное событие упомянуть. Со 2 по 26 октября здесь будет проходить фестиваль экологичной еды. Со мной уже связалась организация, которая этим занимается. Называются они Минерал. И мы участвуем с докладом в их фестивале о современной экологической датской еде. Когда мы закончим нашу пресс-конференцию сегодня, я буду рад вас пригласить в соседнее помещение, где мы будем открывать выставку. И кроме того, вам будет предложен кофе и чай. — Большое спасибо. У нас есть пара минут на вопросы. Если есть вопросы, относящиеся к программе фестиваля или к программе фестиваля. Если нет, тогда действительно можно осмотреть велосипедную выставку и за чашкой чая или кофе пообщаться по нормальному стану. Продолжение следует...